Всем привет дорогие друзья, вы на канале AlexPlay и это видео по игре Evertrack Simulator 2. Сегодня будет обзор нового обновления карты SibirMap 2.3.0, ссылка находится в описании на данную карту для версии 1.43. Пока что для 1.44 не будет карты, в будущем сделает, я так понимаю, фикс или, ну в общем, адаптирует ее под 1.44 автор. В общем, что у нас произошло в новом обновлении, у нас добавилась новая территория Уфа, вот как мы видим, Шакша микрорайон, ну и вот до Алметьевска дорога у нас получается, трасса М5 такая вот, то есть здесь у нас территория появилась. Ну, в общем, как-то так все выглядит теперь у нас. Значит, не подключал я карту Rusmap Казахстан, чтобы вот попасть на нее через, скажем так, с Европы попасть через Rusmap, через Казахстан, а сразу подключил SibirMap, думаю, да, ну, эту Rusmap надо качать Казахстан, не хочу. В общем, так тоже можно, ну, свободной камерой, разве, чтобы прилететь и можно здесь кататься. Так что так можно ездить. И также у нас добавились некоторые города, такие как Инзер и Белорецк. Инзер, Инзер и Белорецк. То есть такая вот дорога у нас появилась до этой развязки под Магнитогорском, можно сказать. То есть как-то так. Ну да, довольно-таки большое обновление для версии. И сейчас мы с вами поедем за... Ну, мы сейчас с вами поедем просто за грузом. Мы с вами не поедем сейчас в самый конец карты, в Алметьевск, да, мы просто покатаемся, посмотрим, что тут у нас. По крайней мере, по Уфе поездим, потому что мы сейчас находимся, можно сказать, в Уфе, это микрорайон. Так, ну что, заводимся и будем потихонечку выдвигаться. Кстати, вот сегодня я вот в таком вот вариантике буду кататься. Полуприцепом бортовая платформа, которая служит для перевозки каких-то, в основном, материалов, стройматериалов, да, то есть такого рода грузы. Ну, мы сейчас с вами в Шакше как раз-таки смотрим, что у нас здесь. Ну, вы сами все видите, то есть что-то говорить здесь, ну, я не вижу смысла. Надо просто смотреть. Смотрите, вот здесь у нас какой-то, типа, завод на нефтеперерабатывающий или что-то такое. Все, поворачиваем мы направо. Там у нас мост. Девятиэтажки стоят. А, видите, здесь только направо. Но придется нарушать. И там только прямо. Ну, ладно. Здесь только прямо. То есть мы должны были повернуть направо. Но получается здесь, да, то есть как-то найти дорогу сюда, не знаю, получилось бы у нас или нет. Ну, да ладно. Все, двигаемся дальше. Что это у нас тут? Ну, это Уфа, можно сказать. Ну, это же микрорайон Шакша, так написано. Хотя в реальности я карту Уфы не смотрел, поэтому я ничего не могу сказать. Но трава очень, очень красиво смотрится. Если обратите внимание, то посмотрите, какая она пушистая, скажем так, да. Можно сказать. Пушистик. Очень красивая трава. Фантастика просто. Вот Шакша 2. Вот мы приближаемся к развязке. И здесь только направо. Шестая передача с первого раза включилась. В стикардрайвинге с десятого раза. Ну, вот у нас тут по мелочи идут гараж. То есть в Шакше у нас есть заправки. Ну, в заправке, понятно, дело СТОшки. Я смотрю, есть, может быть, автосалон. Знак вопроса. Или офис кадрового агентства. В общем, что-то одно из двух. Ой. Трафика у нас вообще мало. Хотя ездит что-то, да. Ну, ладно, пусть ездит. Это такое уже. У нас тут заправка. Башнефть. По 40 рублей, Бенц. Дизель 46. Проезд оплачу. А, это это. Система Платона. А, вот написано. Лидим, да? Платеж Платона. Ну, можно сказать, это еще Уфа. Правильно? Потому что... Держитесь, Ильвей. Ну, мы, я так понимаю, на окружной, скорее всего. Ну, да. Есть эта окружная. Мы сейчас едем с вами за грузом. И потом же его будем отвозить туда же. Ну, в какую-то другую же компанию, но в тот же город. В Уфа. Хотелось бы, конечно, проехаться до Алметьевска. Но... Хотя, почему бы и нет? Можно бы и прокатиться. Зачем на тут груз брать? Смысл. Нам бы просто посмотреть на карту. Посмотреть, что тут, к чему. Да, вот цистерна горит. Люди стоят. А, кстати, можно сейчас через Уфу проехать. Вот сейчас можно повернуть сюда. Посмотреть, как... Если не ошибаюсь, это столица Башкирии. Уфа. Посмотреть, как оно выглядит. Самара 300. Что-то там Оренбург тоже 300. Ладно, мы не поедем в компанию с вами. Мы просто немножечко покатаемся. Ну, чтобы полностью исследовать новую территорию, нам надо, ну, видоса, ну, может быть, три. Где-то так. То есть, сначала вот так мы покатаемся. Потом мы немножко проедем в сторону Алметьевска, образно говоря, да. Завершаем второе видео в Алметьевске. Ну, и третье видео, можно сказать, мы посвящаем двум тем городам. Белорецкий и Инзир. Или Инзир. Не знаю, как правильно ударение ставить. В целом, карту мы посмотрели. Так, нам сюда теперь надо. Тише, тише, тише. Мы что-то тут набираем скорость. Ой, блин, а что я наделал? Так, мне надо вот эту хрень отключить. Сброс маршрута. Всё. Ну, блин, я просто круглый. А, ну, в принципе, нормально. Мы сейчас можем прямо поехать. Хотя, смотрите, прямо дороги всё равно не было. Так что мы ничего не потеряли. Ну, смотрите, Леруа Мерлен. Икеа, магазины какие, да. Сейчас поглядим. Так, ну, здесь у нас, в принципе, дорог довольно-таки много. Смотрите. Куда я... Давайте, да. Ну, направо, конечно же. Ехать надо. Вот, смотрите, Мега Икеа, Ашан, Леруа Мерлен. Так, мы сейчас сюда с вами. Можно... Ну, здесь, я так понимаю, просто дорога. Леруа Мерлен. То есть, это компания. То есть, можно грузы отсюда брать. Икеа потом тоже идёт. Сейчас, Яшан будет ещё. Вон, видим, да. То есть, здесь в основном компании, магазины все расположены. А вот именно жилых зданий, то есть, таких каких-то проспектов, что-то пока не видно. Сейчас попробуем проехать туда, чуть налево повернуть, посмотрим, что там. Но здесь пока так. Здесь пока что вот так. Двигаемся. Ну, вот, что-то впереди у нас вырисовывается, да, но там просто объект. То есть, типа, что там жилые здания стоят. Многоэтажки. Вот у нас гараж. Или СТО, что это такое? А, СТО. Вот у нас заезд через компанию, опять же. То есть, там такой проездик. Машины запаркованные. Понятно. Можно, конечно, проехаться туда и посмотреть, что там. Ну, в общем, вы сами все видите. Машины стоят. Парковка есть. Ездить можно. Автобусы. Все это есть. Сейчас мы куда с вами двинемся? Ну, да, мы, получается, двинемся прямо. Ага. Ну, в общем, как-то здесь вот так все у нас. Так, что мы дальше куда едем? Мы, наверное, да, мы прямо поедем через Гул. И мы сейчас будем выезжать обратно на трассу и поедем в сторону Алметьевска. Что, вот сколько у нас там видео идет? Давайте, чтобы не сильно затягивать. 20 минут будет. 20-25 минут будет достаточно, чтобы посмотреть на что-то. Ага, ага. Так, ну, теперь нам надо налево. Все, выезжаем. В общем... Ну, я вот думал, что у Фа будет что-то нарисовано. То есть... Какие-то там... Ну, реально, то есть какие-то улицы будут. А что это тут прям... Ну, только компании и все. Или это может быть просто место такое? Ну, он еще есть один заезд. Вон, следующий, видите, да, снизу. Вот. Вот. Попробуем давайте туда заехать. Может, там есть что-то. Типа улиц, каких-то проспектов. Ну, чтобы можно было посмотреть на город хотя бы. А то просто компании... Ну, такое. Я ничего не имею против, конечно, но я думал, что будет как-то... Жилые здания там стоят. То есть домики какие-то там. Ну, в общем, частные сектора. То есть, ну, вы поняли, да? Ладно, едем дальше. Ну, может быть, это все будет вырисовано чуть дальше, например. То есть, сейчас мы будем опять вырисовывать на окружную. Сейчас у нас там будут частные сектора, поселки, понятное дело, идти проходить какие-то. Ну, либо это все Уфа, опять же. Вот он впереди еще дорога. То есть, не ошибаюсь, я помню, когда ты туда доезжал, там тоже была окрестность Уфы. Сейчас, едем, короче, вот сюда. Так, стоп. Ага, нормально. Все хорошо. 13 минут, минут 11, нормально. Отлично, то, что надо. Значит, двигаемся дальше. То, что надо. То, что я как раз и хотел. Кстати, можно попробовать до Алметьевска доехать. Сколько тут ехать? Ну, если 200 километров, ну, можно вложиться полчаса. Так, у нас река. Река, 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 река. Здесь у нас развязка. Здесь у нас просто развязка и просто заезд, типа, на заправку и компания, я так понимаю, да? То есть, там что-то. И вот там. Ну, нет смысла съезжать куда-то. Просто так посмотреть. Примерно так все выглядит. То есть, место для разворота, можно сказать, такое. По три полосы в каждом направлении. Это очень здорово. Это очень хорошо. Так, приближаемся к Платону, да? Буковка П. Сейчас посмотрим, что с нас сдерут. Если не сдерут. Ничего. Просто буковка. Ну, вот, смотрите, можно повернуть направо. Ну, давайте попробуем сейчас повернуть направо. Посмотрим, что здесь. Ну, что-то я ничего не вижу, что здесь что-то вырисовывается. А здесь просто дорога прямая и все. Я думаю, что вряд ли мы что-то здесь увидим. Кроме как... Кроме как компаний. Но попробует стоить. В любом случае. Здесь описание, информация. Опа, домики пошли частные сектора. Ну, в принципе, красиво, я не спорю, да. Но где Уфа? Может, так должно быть. Ну, я просто не в курсах, я не знаю. Хотя он что-то впереди вырисовывается. Вот, что-то есть уже. Туда дорога. Там уже домики стоят. Во-о-о-о. Во-о-о. Вот это уже что-то. А здесь просто парковка. Типа гостиницы, да? Понятно. Ну, здесь тогда разворачиваемся и едем обратно. Что там, повернем тогда направо или... А, там компания просто. Сергеевка, Воеводская. И вот, что мне нравится у Валерия. Вот, как карты строителей. Видите? То есть, дорога вроде есть прямо. Да. То есть, по карте ее нет. А вот прямо можно проехать, ехать, ехать, ехать до определенного момента. То есть... О, гляньте. То есть, можно ездить аж сюда. То есть, и коллизия, именно кресты, вот эти вот, тупик. Вот где-то вот здесь просто. И... Вот что мне нравится, что... Как бы... Дорог на навигаторе... Дорог на навигаторе нет. Но проезд есть. И вот это вот у него всегда вот. Еще, когда он Сибирь строил один к трем, такая фишка была. И это очень круто. Потому что на других картах, когда ты проезжаешь через места какие-то, да. И вот съезд там направо. То есть, понятное дело, на навигаторе нет этой дороги. И там сразу кресты стоят. То есть, туда проезда нет. Валера же сделал по-другому. Он просто... Либо кресты ставить в самом конце карты, да. В самом там, где-то вот конце. То есть, вот, допустим, да. Вот, допустим, тупик, да. То есть, дороги туда нет. И кресты могут быть аж там, коллизия. Либо же их может быть просто и не быть. То есть, это реально круто. То есть, придает какого-то, знаете, эффекта карте. Опять его, 16-е. Все, поехали. Теперь мы повернем сейчас направо и продолжим наше движение в сторону Алметьевска. Ну, там, в принципе, больше никаких съездов нет. Ну, посмотрим хотя бы, что там у нас. Жукова, Уфа. Деньги нужны. Уфа горит. Свернули мы на М-пятую. Переди у нас заправка. По три полосы. Ну, я так понимаю, что это еще Уфа. Все-таки окрасность Уфы идет. Окружная или что. Ну, вот у нас сужение дороги пошло. Ну, Уфу мы уже должны были проехать. Да, мы уже Уфу проехали. Все, двигаемся дальше. Так, что у нас там впереди назревают такие города, как Октябрьский и Ба... А, Гульма. Ну, поехали. Может, доедем до Алметьевска. Бэха. Бэха обогоняет нас. Мне нравится такая Бэха. Универсальчик. Стрелочка на разворот. Уфа. Приближаемся мы к развязке. Здесь у нас... Оп. Здесь у нас сейчас будет что-то. Так, Москва, Буздяк, Дюртюли. Москва, Самара, Дюртюли. То есть туда можно, видим, да, свернуть. То есть, как бы, дороги... Ух ты, ешкин ты, кой. Че вы тормозите-то? А че вы тормозите? А, понятно. До Москвы 1300, Самара что-то там 300 с чем-то. Ветряки стоят. Дорожные работы. О, здесь прикольненько только. Да, не мешало бы здесь пробку. Ну, это надо трафик, ребят, ставить на десятку, чтобы были пробки. А я не хочу этого сейчас делать. Ну, у нас просто обзор карты, а не обзор пробок. Так что, по желанию, вы можете поставить трафик десятку и быть в пробках постоянно. Вот здесь пробки были бы ступорцы. Ну, возможно. Все, у нас теперь по одной полосе. Так, что тут у нас теперь вырисовывается? Перекресток. Кандры. Кандры. Стелла Кандры. Это город Кандры, да? А на карте его нет. Октябрьский год у нас. Смотрите, мы уже почти приехали. Ну, нам еще проехать как бы надо, да? Почти это как бы не считается. Мы либо приехали, либо не приехали. Что-то по-другому. Заправка. Что-то я не вижу поселков. Что-то я их не вижу. Самара 277. Ну, вот у нас типа поселок, да? Кандры, Октябрьский. Двигаемся дальше. Так, что тут у нас? О, здесь еще что-то покрупнее. О, здесь прям республика Татарстан. Столица Казань, да? Да, это столица Казань. Татарстан. Бавлинский район. Башкортостан. Самара. А может быть, слушайте, может быть это был микрорайон, хотя это слишком как-то. Для 1.19 есть слишком уфа большая, по-моему. Может это просто район Октябрьский. Афиг его знает. Башкортостан. Ничего там. Написано. Так, ну мы, ребята, теперь в Татарстане уже. То есть, вот такие вот пироги. То есть, здесь у нас еще и Татарстан есть. Не только Башкирия, Татарстан. Ну, там описание есть карты, может я не дочитал полностью. Так что, извиняюсь заранее. Но карта только на 1.43. То есть, на 1.44 пока еще нет. То есть, надо разработать фикс там или что-то такое, адаптацию, в общем говоря. И рано или поздно она будет на 1.44 работать. Так, здесь у нас круговое движение. А что это за поселок хоть у нас? Что-то непонятно. А, это Бавлы, да. Бавлы, я думаю. Да, да. Бавлы или Бавлы. Как-то правильно. Все, ребята, мы под Алмейтерском, можно сказать. Вон, нефть качают. Желтая обочина. Р239. Региональная дорога. А, Диам, 5-ая, куда она делась? Как-то мы так съехали, интересно. Может быть, на каком-то повороте она уходила куда-то, а мы поехали прямо. Так, что у нас тут до Казани, кстати? Сколько у нас до Казани? Не пишут до Казани. До Казани сколько? Бугульма. Вот просто двигаемся прямо и все. То есть туда есть дорога, можно поехать туда. До шлагбаума, я так понимаю. Блин, ну что ж, зачем ты едешь прямо, а? Зачем, зачем? Он двигался, да, бы, по кругу. Тебе оно надо прямо ехать. Это мне надо прямо ехать. Тебе мне надо прямо ехать. Ладно, давайте его будем обгонять. Так. Чуть-чуть нарушим. Мы тебя чуть-чуть подрежем. Все. Спасибо. Так, что тут у нас? Ну так, ребят, нельзя делать. Это игра, но здесь можно все. Алметьевск, Казань, Зеленая Роща, Уральск. О, Уральск это уже Казахстан, по-моему, да? Надо, что я тут на границе, рядышком. Там у нас что-то вырисовывается. Бульма. Так, здесь что у нас? Лениногорск. Алметь. А, куда? Направо надо. Хорошо, что я посмотрел. А то приехали бы. Ну, я думаю, что может быть... Хотя я и не думаю, что там скрытая дорога какая-то была до перекрестка. Ну, да ладно. Ну, вот, например, могла быть дорога, да? Кстати, да. А это она и была. Чисто Пальказань. Набережные Челны. Так, что-то ты... А, тебе налево, я понял. Все. Ну, ребята, мы, можно сказать... Вот у нас Алметьевск. Остается ехать какая-то... Какие-то доли километров, да? Можно сказать. Еще нефть качают. Смотрите. Остановка. Гляньте, сколько нефти качают. Раз, два, три, четыре, по-моему, да? Ни фигура себе. Баш-нефть. Вон там завод какой-то нефтеперерабатывающий, похоже, да? Алметьевск. Добро пожаловать. Все, ребятки. Мы, можно сказать, приехали. Троллейбусы? Или что это такое-то? В чем натуре троллейбусы? Можно было, кстати, проехать. Почему не поставить? Ну, ладно, сейчас свободной камерой подлетим. Ага, здесь только налево. Не включается. О, включается. Все. Ниш Мактама. Чего? А, поселок. А, Нижний Мактама. Казань, ознакай, ознакай его. Казань. А, до Казани 250 километров, ребят. До Лениногорска 39. 39. Да, очень много здесь заводов. Прямо, смотрите, мы... Я не знаю, сколько я на этой карте увидел этих заводов. Нефтеперерабатывающих. Так, ну что, ребята. Мы приехали. Вот у нас Алмитевск. Центр. Все, ребята. Мы доехали... Ну, если бы не Белорецк, Инзир, да. То мы бы, можно сказать, полный... Ну, исследовали новую территорию. Карта Сибири. А так у нас остается только вот тот еще участок и все. Салон Мерседеса. Отлично. Ну, давайте сюда повернем. Вот там какая-то развязка. Что тут у нас? Набережная Челны 117. 260. Казань. Лениногорск 39. Черемшан 75. Ну что, давайте вот сюда... Давайте посмотрим, что там в троллейбусе все-таки было или нет. Давайте вот здесь остановимся. Просто. Просто остановимся. И мы сейчас полетим, посмотрим на те троллейбусы. Бугульма Бавлый Оренбург. Так, где это у нас оно было? А, вот. Да, натурные троллейбусы. Такие вот модельки. Ну, не прям такие качественные, но все же. Смотрится неплохо. То есть, как-то так. Ну что, ребятки. А что у нас остается? Ну да, это только у нас остается... Ну да, если мы так сейчас вовы на камеру пролетим. Хотя... Нет. Или да. Так, сейчас. Можно попробовать, конечно. Что-то я не обещаю. Кота Индзир. Ух ты. А здесь прям по красоте. А здесь прямо, я вам скажу, по красоте. Так сделано. Гляньте. Кафе. Гляньте, гляньте. Ух ты, елочкин ты кот. Ё-моё. Это горная местность у нас, да? Ну, уральские горы. Гляньте, какая красота. Нифига себе, блин. Ого. Вот это я попал. Да, ФПС, конечно, чуть проседает. Типа серпантина у нас. Гляньте, какой поворот на 90 градусов. Класс, да? Такая вот горная местность. Да, здесь стоит проехать, кстати говоря, ребят. Архангельский район. Что-то там. Белорецкий район. Внимание, опасный участок. Да, слушайте, ну здесь прям очень так прикольно. Ну вот, мне кажется, что здесь за одно видео не уложишься. Здесь вот эти серпантины, спуски, склоны. Далеко тоже не уедешь. Все, ну здесь уже более-менее дорога ровная. Карамаскалинский район. Старошареево. А, деревня Старошареево. Даже так. Башкортостан и Россия навеки вместе. Аллакул. Деревня Улакулево. В Башкирии, как капля воды, отражается вся наша Россия. С всем многообразием культур, религия, языков и дружбы народов. Такие вот стеллы здесь. Карамаскалы. Карамаскалы. Интересный язык. Чтобы не плакали родители, будьте внимательны водители. Как в рифме. Так, что тут у нас? Ну, в принципе, все. Что это у нас такое? Шай Муратов, Ауил Суветы. Что тут, что? Короче. Так, Уфа. Что для грузового транспорта? Понятно. Ага, ну все, ребятки. Давайте, может, еще Белореск посмотрим. Если мы уже Инзер посмотрели. Мы уже так облетели. Что, интересная местность? Так что можно ехать. Спокойно можно ехать. А, Белорецкий. И это все рядышком. Смотрите. Хоп. Давайте, типа, сюда. Малый Инзер. Такая вот река интересная здесь. Здесь. Хорошо. Межгорье. Поселки, типа, какие-то, да. Ну, домики стоят. Неплохо, неплохо здесь. Неплохо. Очень хорошо. Очень неплохая версия. Гляньте. Да, тут очень качественно все. Тут очень качественно все сделано. У меня даже FPS проседает. Так что вот такие вот дела, ребят. Белорецк. А, здесь просто дорога, да? Я понял. Вот такой вот у нас Белорецк. Во всей красоте. Все. А, вот и кресты. Про что я говорил. То есть, дорога заканчивается здесь. То есть, вот так можно проехать, да? И ты втыкаешься в эти кресты. В общем, все, ребят. Вот такой вот был обзорчик новой. Новой Сибири 230. Ссылка на карту находится в описании, если что. С данной картой можно подсоединить Русмап. И Казахстан, Южный регион. Да, в принципе, все карты. Просто я не хочу их подключать. Ну, это время лишнее. То есть, надо мне докачать и ту, и ту карту, и ту. Чтобы это все соединить. Русмап. Можно просто подсоединить Казахстан. И чтобы на эту карту попасть, надо через Казахстан ехать. С Русмапа на Казахстан. И вот сюда выезжать. Вот как раз у нас есть связка под Казахстан. Скоро, если Русмап доделает свою пензу. Ну, там, возможно, войдет в коннект с Сибири в будущем. Тоже может быть такой. Ну, может и будет. Сто процентов, если будут разрабатывать карту Русмап дальше. И можно будет не обязательно через Казахстан ехать, чтобы сюда попасть. Можно будет через Русмап. Через Пензу. Там Самара появится. А, Самара уже, по-моему, есть. Ну, вот. А, Волга. Волга-мап. Там Волга-мап, ребят. Ну, в общем, Волга-мап. Русмап и можно спокойно вот. Где-то вот по такому промежутку проезжать спокойно. Все, ладно, ребят. Всем пожелаю счастья, здоровья, удачи. Всем спасибо, кто был под этим видео. Под этим видео. Кто смотрел это видео, обязательно поставьте под это видео лайк. Подпишитесь на канал. Все, всем счастья, здоровья, удачи. И всем пока. Увидимся.